Андрей, представься, пожалуйста, чем ты занимаешься в компании? Ну, вообще, я в компании, так сказать, занимаюсь кейсами, да, по образованию, по специальности антрополог. И примерно так, 15 лет своей жизни я отдал работе на районах Дальнего Востока, Крайнего Севера, вот в таких вот национальных, в частности, окраинах нашей страны. У нас возникает часто вопрос, как альтернатива Мексике, Кубе, Гуану, Сайпану, переезд и подача на убежище с Крисом. Чукотский автономный округ, люди попадают из Чукотки на Аляску, ну, и дальше там уже проходят, процедуя в Осари. Расскажи, пожалуйста, вообще как там, что там, я знаю, что ты там жил какое-то время. Ну, первая трудность, связанная с Чукоткой, это то, что на Чукотку надо попасть в зафрактованный небольшой катер судна, либо вертолет, потому что, ну, своим ходом вы будете добираться полгода. И сколько стоит? То есть, получается, где-то 100 тысяч рублей один билет будет стоить? Да, примерно так, наверное, вертолетная заброска. Ну, на самом деле, не совсем так, вы можете взять целиком вертолетный рейс, на четверг это будет дешевле, то есть, примерно 300 тысяч рублей будет борт, так называемый. А альтернатива какая есть? Дешевле, то есть, только вертолет? Нет, альтернатива – это водный транспорт, вот, ну, на небольшом катере, но его еще надо найти, и потом не каждый катер пробьется, потому что идти придется против океанского течения. Северный ледовит океан выше, а тихий океан ниже. И это идет 40-километровая ширина река сверху вниз с перепадом в 30 метров. То есть, это идти практически навстречу Ниагарскому водопаду, так если сказать. Не каждое морское судно пойдет, не каждое пройдет, вернее. Я понял, ну, так вот, если смотреть на карту, то расстояние 4,5 километра, как казалось бы, да, там пройти… А, значит, 4,5 километра пройти между… Между Аляской и Чукоткой? Нет, 4,5 километра – это расстояние между Малым Диамидом и Большим Диамидом, между островом Ратманово и Малым Диамидом. Да. Вот, поэтому проливу пройти просто нельзя. Я понял, ни при каких обстоятельствах, значит, надо пересекать весь Берингов пролив, причем пересекать его надо, начиная с Чукотского моря, выходить вот сюда, да, то есть от севера, скажем так, северо-западнее, а потом сплавляться вместе со льдами, потому что там идет дрейф льдов и дрейф воды. То есть, чтобы вам попасть, ну, хотя бы вот сюда куда-то там, в Кевалину или в Коцебу, да, вот залив Коцебу, вот сюда, вам надо делать вот такую вот дубу. Напрямую, если вы хоть напрямую пойдете, то вас будут ловить в море вот примерно здесь, в Иоанне. Хорошо, если придет Костровый Лавленец, но, скорее всего, не придет. Там не замерзает? Не замерзает. А, не замерзает. Вот люди, вот из-за чего люди хотят поехать туда? Ну, расстояние 4,5 километра, я договорюсь с лодочником, и вот меня там, я прилетел, и он меня на следующий день не замерзает. Это плывущие с бешеной скоростью дрейфующие ледовые поля. Кроме этого, ну, я не уверен, что Баграмзастава наша, которая стоит на острове Ратманово, с ракетными установками, пулеметами, с установками залпового безоткатного огня, будет рада приветствовать путешественников пешком у них на глазах. Я понял. То есть, Андрей, получается, люди ждут, да, ждут погоды, ждут транспорта. Они могут потратить, там, допустим, 300-400 тысяч на вертолет. Какие еще могут быть расходы? Скажи, пожалуйста, по ценам. Там просто надо на что-то жить, на что-то жить. На Чукотке весьма дорогие продукты. Ну, так, например, килограмм баранины в хороший сезон, как в низкий сезон, будет стоить там от 1600 до 2500 рублей за килограмм. Вот. А оленины, как раньше было на Чукотке, сейчас очень малая, она тоже дорогая. Мясо морского зверя тоже дефицит. И моржатина, и петятина, это, ну, гладко, что место. Вот. Ну, и не каждый его сможет есть. Вот. Летом достаточно, ну, дешевая рыба красная, конечно. Вот. Но одним кольцом арктическим питаться, ну, тяжеловато. Там дорогой все, очень дорогой хлеб. То есть хлеб может стоить 330-350 рублей буханка. Дорогой алкоголь, кстати говоря. Да, алкоголь – это необходимые расходы, потому что вам нужен будет проводник, вам надо будет законтачить с местным населением. То есть просто так приехать, сказать, вот я хочу там перейти, дойдите мне там туда-сюда, ты можешь просто попасть на какой-нибудь информатор, и тебя… Да, и тебя просто отдадут с доброй руки пограничные стражи, ну, как максимум, а как минимум, просто отведут в укромное там место и поступят по анекдотам, да, для чего, говорят, геологи, нужно, ну, как это же, говорят, спички, патроны. То есть получается, что… То есть если с пица можно взять шкурку, то с геолога спички и патроны, да. То есть нужно будет алкоголь употреблять, это стоит денег. Надо будет наладить, прежде всего, контакты с местным населением. Понятно. Вот. С местным населением контактировать, все-таки, конечно, приходится через, ну, совместную трапезу, скажем так, это, естественно, алкоголь. Вот. Мало того, что там серьезные ограничения на продажу в туземных районах алкоголя-то, да, его привозят в большую часть нелегально, его там нелегко купить. Потом завозы редкие, да, это все кончается. Как только кончается в магазинах, у бутлегеров это стоит сильно дороже, но с любыми продуктами так. Я понял. А ревды жилья? Как можно быстро там найти себе жилье? Во-первых, ну, на самом деле, в поселке Лаврентий есть, конечно, гостиница. Это такой барак, бывший дом колхозника, вот, в котором, ну, давно уже никто не останавливается, ну, только самые несчастные командировочные. Вот. В основном там, конечно, арендует частное жилье. Это в двухэтажных деревянных домах, ну, квартиры, просто квартиры. Вот. И в одноэтажных, ну, с некоторыми элементами удобства. Вот. А, значит, цена жилья будет зависит от того, как сложится у вас отношение с квартиродателем. А, кстати, сразу вопрос, а как население, ну, психологически относится к тем? Вообще, и чукчи, и эскимосы, люди, и русские, которые там живут, и украинцев там, кстати, много живет очень. Вот. Вот. Они любознательные, они, им интересно, что происходит на большой земле. Они очень любят людей, которые с уважением относятся к их образу жизни, к их быту, к их культуре. Вот. А не все черточки их быта и культуры легко переносить неприготовленному человеку. Но если вы, ну, нормальная чукотская квартира, она все-таки слегка пахнет рыбьим жиром, жиром морского зверя. Немножко пахнет кислыми шкурами, да. Вот. Немножко пахнет табаковым перегаром. Значит, вас угощают, ну, от души именно, потому что это деликатесные продукты, там, капальхином, квашеной моржатиной, там, квашеной рыбой, кусками китового жира с китовой кожей, да, мантаг. Это деликатесные продукты, они действительно их трудно достать, они дорого стоят, их дожат специально вам, как гостя, да, но... Если вы их будете плохо кушать, это довольно большое оскорбление для хозяек. А вот, а хорошо их кушать, ну, у меня, например, не всегда получалось, это нужны хорошие зубы и хороший желудок. Да. Вот. Но на этом сразу завяжутся отношения, потому что вас немножко тоже их будут проверять. Да. И если вы будете такой не очень хороший человек, на я взгляд, пацана на квартиру поднимется очень сильно. Ну, максимально, сколько, вообще минимум, не максимум. Значит, вообще максимально, максимально из нашего опыта, значит, мы жили за 2 доллара в сутки, а наши французские партнеры жили за 150 долларов в сутки. А причем у нас квартиры были, вот, напротив, ну, только разница, что у французов была трехкомнатная, а у нас двухкомнатная. Да. Вот. Цены могут сильно колебаться в зависимости от отношений. Но для установки отношений, соответственно, да, необходимо там тоже инвестиции некоторые в это относить. Понятно. А фиксированная цена есть, допустим, в гостинице? Нет. То есть и в гостиницах тоже нужно что-то есть пить и нюхать? Да, в гостиницах надо есть пить, нюхать. Дело в том, что там ведь нет туризма как такового. Абсолютно вполне себе развита контрабанда. Но это целиком занятие местного населения, потому что родственники живут с обеих сторон пролива. Да. И у эскимосов, и у чупчей. Мало кто знает, что в 27-м году довольно большая группа чупчей ушла на Аляску. И с тех пор они там живут, они спокойно, так сказать, врачуются, да, обмениваются там. Пушмина в обмен на патроны, там, да, качуют туда-сюда золото, качуют туда-сюда даже снегоходы там в Ямахе. Вот. Но это исключительно их местный внутренний бизнес. Понятно. Который постороннего они запустят в бизнес вообще, конечно, никогда не запустят, а вот в эти маршруты они постороннего запускают только за очень приличные деньги, конечно. Ну, а примерно сколько там? Ну, ценник начинается там с 3000 долларов за человека. Не считая расходов, ребята, которые... Это вот именно за то, что тебя переведут, да, за то, что тебя переведут, не бросят, где-то посерединке, не уедут, да? Угу. То есть не оставят, наверное, смерть. За то, что тебя доставят. Ну, за то, что тебя будут, естественно, каким-то образом обслуживать на этом маршруте. Потому что, ну, вряд ли кто-то умеет самостоятельно там нартами управлять или на льду. Ну, хотя бы примус даже разжечь. Примерно сколько по времени займет? Ну, при удаче это 2-3 дня при удаче. То есть, грубо говоря, ты там 2-3 месяца ждешь вертолета. Гертолет, если тебе повезло, то, допустим, сразу и будет, да? То есть ты летишь до какого города? Ну, не до города. Да, ты из города залетишь до поселка. Ну, значит... Субтитры сделал DimaTorzok